Вот, ну и 40-ю главу 24 стиха. Значит, «Станешь ли забавляться, смеяться им, как птичку, то есть левиафаном, и свяжешь ли его для девочек твоих, будут ли продавать, торговаться, его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами?» И откровение 18.2. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал-пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные блудодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Итак, что мы здесь видим? Что здесь, ну, если в контексте того, что мы сейчас читаем, язык торговли, да, то есть купцы разбогатели от роскоши, купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Кого? Вот этой блудницы, Вавилон-блудницы. А здесь мы читаем про левиафана, что будут ли продавать его товарищи ловли и разделять его между хананейскими купцами. То есть здесь вот видно такую связь купцы, слово ключевое – купцы земные, да, и как раз образ Вавилон, великая блудница, это образ сатаны, да, то есть сатана ею владычествует над нею, управляет ею, ну, то есть как в ней, в ее лице, да, выступает как бы. И здесь тоже левиафан в образе сатаны, то есть сатана в образе левиафана, или левиафан в образе сатаны. Так вот, поэтому здесь мы видим, что это, можем сделать такой вывод, что это об одном, об одном. И Еремея 5, 27. «Как клетка, наполненная птицами, да мы их полны обмана, через это они возвратились и разбогатели». То есть через что разбогатели? «Как клетка, наполненная птицами», то есть тоже птицы, да, да мы их полны обмана. То есть здесь тоже получается, вот когда мы в Откровении сейчас читали, смотрите, еще раз прочитаю. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, пал-пал Вавилон, великая блудница». То есть это ангел воскликнул громким голосом, это великая весть. Громкий голос – это уже весть, которая уже усиленная. «Сделался жилищем бесов», Вавилон сделался жилищем бесов, то есть здесь написано «как клетка, наполненная птицами» в Еремее, да. А здесь «сделался жилищем бесов и пристанищем всякой нечистому духу, всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». И вот здесь тоже написано «как клетка, наполненная птицами, да мы их полны обмана». Вот тот же образ, да, только другими словами. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И вот здесь написано, через это они возвысились. И цари земные, в откровении читаю, любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. А в Еремии написано, разбогатели. То есть вот один образ мы видим здесь. Сатану нам открывает Господь. Господь нам открывает, какой Он есть. И открывает Вавилон. Что такое Вавилон? Вавилона мы знаем, что сейчас нету вот такого государства самого. Поэтому здесь нам описан духовный Вавилон. И вот духовный Вавилон – это вот как раз царство Сатаны. И Господь нам это открывает. Открывает нам для того, чтобы мы различили и сделали вывод, и выбрали себе царя Господа или царя вот этого Вавилона, Сатану. Ну, то есть быть в этом Вавилоне – это значит признавать того царя, то есть Сатану, да? Потому что он руководит полностью этим Вавилоном. Мы видим, что и бесы, и нечистые птицы – это все про образ нечистых духов. Дальше. И, кстати, здесь еще описано, что купцы земные разбогатели. Вот они разбогатели от нее, от вот этого нечистого, от этого Вавилона, где бесы – жилище бесов. И сама она блудница, и вино блудодеяния. Вот, то есть от этого разбогатели. Откровение 17.16. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. То есть те, которые разбогатели от Вавилона великой блудницы, цари земные, купцы земные, они же, то есть 10 рогов – это цари, 10 царств, 10 империй, как бы, да, 10 государств, вернее, 10 государств, и сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят. То есть они увидят, они увидят, что гибель, на самом деле они увидят ту ложь, в которую они верили. Они узнают правду, но уже будет для их спасения поздно. И эти купцы и цари так возненавидят, что обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. И мы в откровении знаем, что и по вас плачут, и возрыдают. Какой был город, да, великий Вавилон? Вот такая участь ждет Вавилон и великую блудницу, и великую блудницу. Также мы видим эти же ключевые слова. Третий царств, 21-23. Так же и о Изавеле сказал Господь. Псы съедят Изавель за стеной Израиля. И так и было. И так Изавель тоже ввела в блуд израильский народ, божий народ. И мать сглада была, это весть Илии для народа. Но Изавель, мы в книге Откровения тоже читаем, она не покаялась. То есть она не покается. Она не признает свою вину, грехи, не покается. И такие же ключевые слова написаны, что псы съедят Изавель за стеною Израиля. То есть вне. И так и было с Изавель. Как сказал о ней Бог через пророка. Через Илию. Читаем дальше. Псалом 21-17. Ибо псы окружили меня, скопище злых, обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. То есть здесь мы видим, что псы окружили меня. Это пророчество об Иисусе Христе. То есть Давид переживал то и пророчески написал об Иисусе Христе. Что псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. То есть это пророчество об Иисусе Христе. а распятие его, как пронзили его руки и ноги, пригвозили ко кресту. Кто? Здесь описано «псы окружили меня». Выше мы прочитали, что псы съедят язовель за стеной Изриэля. То есть от язовели только остался череп, кисти и стопы ног. И псы эти за стеной Изриэля. Кто такие псы? Притча 26.11. Как пёс возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. То есть здесь кликается сразу слово «глупый». То есть глупые и неразумные девы, да, пять дев. Ещё глупые – это те, которые неверующие, неверующие. Но те, которые не верят в Бога. Глупый сказал в сердце своём – нет Бога. Дальше Исаия 56.11. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корость. Итак, здесь псы описаны. Это жадные душою, не знающие сытости. Пастыри бессмысленные. Это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, на свою корость. Вот эти псы, они будут вне. И эти псы, которые распяли Иисуса Христа. И псы съедят Изавель за стеной Израиля. То есть они вне. Филиппийцам 3.2. Филиппийцам 3.2. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Итак, здесь мы еще видим, что псы – это злые делатели, злые делатели, наемники. Берегитесь обрезания. Обрезание – это самоправедность. Обрезание плоти. То есть это самоправедность. Берегитесь. Кто у нас учил обрезанию плоти, мы в Новом Завете читаем. Фарисеи, книжники. И вот здесь описаны они как злые делатели. Здесь они описаны как псы. И кто распял Иисуса Христа? В псалме мы видим псы. И Откровение 22.15. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду. То есть мы видим, что в конце вот эти псы, и вместе с ними, то есть как бы как одно, да? То есть вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду. То есть все, кто кривыми путями ходят, неправедные, у них одна участь – это вне. Быть вне, во внешнем дворе, там, где отдано, там, где язычники. Можно открыть Откровение. И прочтем с 14-го. Ну, с 13-го. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне, то есть вне этого города, да, вне спасения, а вне псы, еще это означает человека с нечистыми мыслями. То есть вне псы, чародеи, колдуны, волшебники, любодеи, блудники, развратники, убийцы, идолослужители, идолопоклонники и всякие, каждый любящий и делающий, то есть творит, кто творит, делает, делающий неправду, кто творит неправду. То есть ложь, обман, неправду. То есть неправедность. И 16-й стих. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь, корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, прииди, и слышавшие, да скажет, прииди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Итак, что мы можем здесь еще сказать? Итак, будут ли продавать, то есть торговаться, его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами? То есть Господь спрашивает у Иова, и этим самым же Он ему отвечает этим вопросом. И мы знаем, нам открыто, для нас уже открыта картина, что разделят его между хананейскими купцами. То есть разделят. Итак, мы видим, что цари земные, купцы земные, разбогатевшие от Вавилона, они же и съедят плоть, обнажат, плоть съедят и сожгут в огне. И кто это они? Псы. То есть эти купцы земные и цари земные и псы. Те, которые будут вне Нового Иерусалима. То есть не спасенные. Итак, товарищи, которые будут продавать и разделят его между хананейскими купцами, то есть Левиафана. То есть эти же товарищи, то есть купцы и цари. Даже можно сказать, вот эти товарищи ловли, как цари земные. Так как здесь вот ключевые слова цари земные и купцы земные. А любодействовали, цари земные любодействовали с нею. То есть любодействовали это как одно. И здесь тоже будут ли продавать, то есть торговаться его товарищи. То есть вот как одно с ним. То есть те, которые как бы вместе с ним ловят. И 26 стих. Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Здесь мы тоже увидели в прошлый раз, что пронзить голову, это нас как раз переносит, это ключевое слово, переносит нас на бытие 3.15. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, то есть семя это, да? И ты будешь жить, и ты будешь жалить его в питу. Итак, мы увидели здесь, что семя это пророчество об Иисусе Христе, и это семя будет поражать тебя в голову. То есть сатану, змея, Иисус будет поражать в голову, а ты будешь жалить его в питу. То есть это голгофа, да? Ну, мы разобрали, да, увидели это. Итак, поражать тебя в голову. То есть это такое слово, ну-ка, надо посмотреть его. Оно такое ощущение, что оно действие какое-то означает не просто один раз, а действие. Сейчас попробуем разобрать. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно, то есть семя, будет поражать, нападать, сокрушать, сокрушать, нападать тебя в голову. Вот тут понять бы, вот, будет, будет поражать. Такое ощущение, что как множественное число, да, стоит. То есть не поразит, а будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Так, здесь вот тоже какое-то нам послание, да? То есть поражать тебя в голову, как будто не один раз, да? И если мы видим, что сатана здесь описан нам в образе Левиафана, то Господь говорит Иову, ну, сможешь ли ты с ним вот так сделать? Сможешь ли ты его связать? И так далее. То есть Господь показывает, что Иов, чтобы Иов видел, что сатану может поразить только Господь. И только он может над ним владычествовать. И далее пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьей острогою. Можешь ли ты пронзить? То есть здесь тоже он открывает Иову, что это может сделать, поразить его в голову только Господь. Вот это семя, то есть Иисус Христос, Сын Божий. Больше никто, никто не мог его поразить. Не Адам, если бы он даже хотел исправить свою там вину, да? Он не мог бы отдать свою жизнь или там поразить сатану в голову. Не мог. Это мог сделать только Иисус Христос, Сын Божий. То есть только Бог может его поразить в голову. И это мы должны увидеть. И далее. А так как здесь оно будет поражать тебя в голову, то есть семя, здесь стоит как бы во множественном числе поражать, то есть не один раз поражать в голову, то здесь мы можем увидеть послание, как в Откровении написано. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. То есть мы можем во Христе побеждать его только кровью Агнца и словом свидетельства своего. И как побеждать? Побеждать его в своей жизни. Так? И возможно какие-то тоже территории, которые Господь, ну возможно и даже и более того делать. Но это только когда семя его в нас. Вот семя Христа, семя Иисуса Христа в нас. И сам Иисус его поразил в голову на Голгофе. И это семя, когда в нас, мы тоже можем его поражать в голову. Как словом свидетельства своего и кровью Агнца. Кровью Агнца и словом свидетельства своего. То есть мы должны иметь эту веру, что Иисус его победил. И если Иисус в нас, то он победитель над сатаной. И соответственно, если Христос победитель в нас, то мы побеждаем его кровью Агнца, то есть вот этой Голгофой, и словом свидетельства своего. То есть верою. И верою, и Слово Божие, да? Аминь. Вот такое нам напоминание опять. Послание тоже. Следующее. 27-й. Клади на него руку твою, и помни вперед, и помни, вперед более не будешь. Вперед не будешь. И вот как бы оригинал мы смотрели, да? Слово помни означает помнить, вперед, то есть более. И получается вот такой, вот такой, как бы понятный перевод для нас. Это клади на него руку твою, и помнить о борьбе. Более не будешь. То есть на кого класть руку твою? На Левиафана. Так? То есть на сатану руку твою. И это нам образ Йонки-Пура. Судный день, когда два козла было приведено. Один для Господа, то есть который в жертву, да, приносился, а другой для Азазели. То есть в Йонки-Пур, в этот праздник, этот день искупления, день, судный день. И происходило изглаживание грехов. То есть грехи больше как бы не вспоминались, да, во святилище. То есть они уже во святом святых, вернее. То есть исповеданные все грехи, они, значит, вносились во святое святых. Два козла. Один в жертву был принесен для Господа. Это образ Иисуса Христа. А другой для Азазели. То есть отправлялся в пустыню. То есть образ сатаны. Итак, Азазель один. Образ сатаны. И на него возлагались все вот эти грехи. То, что он подстрекал людей, да, и заставлял делать грехи. То есть на него вот это все возлагалось, на этого козла. Ну, вот эти исповеданные. Это как, ну, возложение рук, да. Люди же как эти грехи исповедовали? Возлагали на жертвы, да. Руку. Исповедовали грехи, потом жертву приносили животного, да. А в Йом-Кипур, получается, вот эти все грехи возлагались на вот этого козла, отпущения. То есть Азазеля. И отпускался он в пустыню. И вот эти грехи, получается, он на себе там нес. Так? Это прообраз того, что тысячу лет будет здесь сатана на земле. И на него возложены будут вот эти все грехи. И ему здесь будет очень тяжко. Не позавидуешь. И вот в Левитом написано, 16, 20, 22. И совершив очищение святилища, скини и собрания, и жертвенника, и очистив священников, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с наручным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Вот так это было в Йом-Киппур. Сейчас мы знаем, что сейчас у нас небесный храм, небесное святилище, вернее, да, небесное святилище, и Иисус Христос вошел во святое святых. Во святое святых – это значит, сейчас идет судный день, то есть Йом-Киппур, и в этот судный день будет происходить как раз изглаживание грехов, то есть исповедание грехов и изглаживание их. В этот день, в этот день народ Божий, что они делали? В этот день они постились, они же не были вот здесь во святом святых, да? То есть туда входил только священник, первосвященник, и он вносил всех как бы туда в крови, то есть через кровь, да, вносил туда. А народ, они верили, что происходит сейчас изглаживание грехов, то есть Господь прощает их, да, и изглаживает им грехи, Бог, Господь Бог. И они в этот день 25 часов были в посте, молитве, покаянии. То есть если понимать, что сейчас идет этот Йом-Киппур, праздник, да, духовно я имею в виду, то что мы сейчас должны делать? Исповедовать свои грехи, поститься и верить, что Господь изглаживает наши грехи, так? И затем он возложит это на сатану, на этого козла Зазеля, да, прообраз, и он понесет это все тысячу лет будет здесь на земле, как в пустыне, среди трупов и всякой нечистоты. Итак, опять же здесь язык святилища, да, мы видим. Напоминание нам о Господе, о ходатай нашем, что Он сейчас во Святом Святых, перед Отцом Небесным, ходатайствует за нас, да? Это вот как раз вот исповедует грехи наши. То есть и мы веруем, и не видим, как и народ Божий не видели, что там первосвященник делал, да? Так и мы не видим, что Он делает, но мы верим, что Иисус Христос сейчас перед Отцом Небесным ходатайствует за нас, и происходит изглаживание грехов. Вот то есть судный день идет сейчас над мертвыми и будет над живыми. И вот это слово «очистив святилище», очистив, смотрите, «и совершив очищение святилища, скини и собрания и жертвенника, и очистив священников, приведет Он живого козла». То есть что произойдет прежде, когда на козла будут возложены грехи? Смотрите. «Очищение святилища, скини и собрания жертвенника, и очистив священников». То есть очищение святилища, очистив священников. Вот. Мы знаем, что мы во Христе Иисусе сейчас, в наше время, вот в этом периоде, уже после пришествия Иисуса Христа, мы народ взятый в его дел, царственное священство. То есть мы все священники во Христе сейчас. И очистив священников, что Господь делает нас? Очищает. И очищение святилища происходит. Это мы потом разберем. Происходит очищение святилища и очищение священников. И затем приведет козла. То есть прежде будет очищение нас. Очищение святилища. Так? Дальше. 41 глава. Иова 41. С первого стиха. «Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его?» То есть от одного взгляда можно упасть. То есть такой вот он страшный и ужасный этот Левиафан, да? Этот сатана. «И надежда тщетна на то, что ты что-то сможешь с ним сделать». И другой перевод еще. «Да, надежда победить его оказалась ложной. Разве не заставит упасть один лишь вид его?» И так невозможно его победить человеку. Вот своими силами человеку его невозможно победить. «И надежда тщетна победить его. Разве не заставит упасть один лишь вид его?» Слушайте, ну может быть очень даже хорошо, что мы сатану не видим. Потому что мы бы испугались. Да? Вот как здесь описано. Мы бы заставить упасть один лишь вид его. И вот Господь нам его открывает, мы его как бы видим, да? Но уже как нам Господь открывает. То есть уже со стороны Божьей, когда мы уже знаем Бога. Тогда мы уже можем посмотреть и на сатану, да? Разглядеть его. Тогда у нас нет страха, потому что Бог Вседержитель, Он владычествует над ним. Он только может его победить. Только Он может поразить его в голову, да? И Он его поразил в голову. И будет еще поражать в голову, да? Через семя, через народ Божий, да? Семя, которое в народе Божьем. Семя Христа. Вот. И тогда мы смотрим, и нам уже, нас не ужасает, да? И не упадем мы от вида Его. Потому что Господь. Прежде нам Господь открывается. И так Иову прежде Господь себя открыл. А потом открыл сатану. Ну, начал открывать сатану, вот как сейчас мы читаем. И Он этим самым и нам открывает Его. И нам открывает Его. И нам открывает настоящего сатану, который прячется и хочет быть все время скрытым. Псалом 74,14. Ты сокрушил головы чудовища. Ты отдал его в пищу народу пустынникам. Итак, ты сокрушил голову чудище. Ты отдал его в пищу народу пустынникам. Итак, в синодальном переводе Псалом 73,14. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Итак, ты сокрушил, то есть ломать, мучить, притеснять, угнетать. То есть сокрушать, ломать голову, голова, голову Левиафана, то есть морского чудовища. Отдал, предавать, приносить. Отдал его в пищу, то есть как еда, хлеб, в пищу людям пустыни. Обитатели пустыни. Зверь или человек. То есть обитатели пустыни, это нам прообраз зверей, которые в пустыне, да? Это прообраз нечистоты. Откуда у нас сатана, змей? Из зверей полевых, да? То есть оттуда сатана. И куда он отпустится? Туда же, Азазель, в пустыню. И вот несколько мест писаний со словом «пустыня». Посмотрим. Итак, Псалом 71,9. «Падут перед ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах». То есть вот жители пустынь падут. Дальше. Псалом 73,14. «Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». То есть это вот наш стих. Следующий. Исаия 13,21. «Но будут обитать в нем звери пустыни». Вот они, звери пустыни. «И домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там». Итак, что здесь видно? Здесь видно нечистые звери, нечистые птицы. Это прообраз бесов, нечистых духов. И это связано вот с пустыней. «Звери пустыни» тоже слово стоит. Дальше. Исаия 23,13. «Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Этого народа прежде не было. Асур положил ему начало. Из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины». Кто превращает его в развалины? Обитатели пустынь. Итак, обитатели пустынь превращают в развалины. Исаия 34,14. «Звери пустыни». Вот здесь указаны «звери пустыни». «Будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой». Ну посмотрите, ночное привидение. Это же вот эти ложные видения нам, которые даются от сатаны, людям, у которых имеется семя сатаны. И дальше Еремея 50,39. «И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаема вовеки и населяема в роды родов». То есть вот эта пустыня, вот эта, она не будет населяема уже. И там будут только шакалы. То есть это вот прообраз сатаны. И степные звери нечистые, то есть бесы, нечистые духи. И так будет на земле в тот день Господень, когда Господь поразит Левиафана и этого Азазеля отпустит в пустыню и возложит на него все эти грехи, все его человечество. На голову его возложит, да? И будет он в этой пустыне, то есть на этой земле пустой, где будут только трупы. И здесь он будет тысячу лет заключен. То есть на этой земле она не будет уже населяема. Поэтому в послании Иова мы здесь видим, то есть надзежда тщетна, не упадешь ли от одного взгляда его. То есть здесь мы видим, что только Бог сможет его поразить, его заставить, его заключить в пустыню. Только может это сделать Бог. Драгоценный наш Иисус. И Псалом 103, 26. Там ходят суда, это чудовище, тобой образованное, чтоб тешиться в нем. Это вот другой перевод, теперь синодальный посмотрим. Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого-то сотворил, играть в нем. Итак, там плавают, то есть ходят корабли, да? Плавают, исчезают, удалятся, прохаживаться. Вот это слово плавают. Двигаться, ползти, исчезать. Итак, там плавают корабли, корабль, судно. Там этот Левиафан, морское чудовище, которое ты сотворил. Итак, здесь корабли. Какие корабли? Мы видим. Корабли здесь. Это прообраз церкви, церквей. И вот они плавают. И вот это слово плавают, видите, оно как раз показывает отходить, исчезать, умирать. То есть эти корабли плавают там, где Левиафан, да? Которого ты сотворил, то есть формировал, создал, образовал. Смеяться, улыбаться, забавлять, развлекать, играть, веселиться, шутить, забавлять, развлекать, играть, плясать, танцевать, насмехаться. Которого ты сотворил, играть в нем. Вот тут немножечко непонятно играть в нем. Немножечко непонятно играть в нем. Играть. А здесь там ходят суда, это чудище тобой образованное, чтоб тешиться в нем. То есть можно так увидеть, что вот эти суда, то есть корабли, вот эти церкви плавают, то есть удаляются. Удаляются от Бога, от истины, уходят, исчезают, умирают. Вот здесь умирать это слово означает. Там этот Левиафан. То есть они как бы им поглощены, да? Которого ты сотворил. И они тешатся в нем. То есть такое ощущение, что вот они, корабли, тешатся в нем. Они тешатся, то есть смеются, надсмехаются. Это все в нем. Как будто они вот поглощены им. Я вот так вот вижу. Вот, поэтому надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его. То есть на него, надежда победить его, то есть сатану Левиафана, это ложная надежда. То есть это все тщетно. Это сможет победить его только Бог. Слава Господу. И он это хорошо нам здесь открывает. Этого Левиафана. И другой Псалом 104, 26. Там ходят сюда, это чудище, тобой образованное, чтоб тешиться в нем. Итак, сам образ ясен здесь, да? Что человек, нет у него надежды победить сатану, то есть этого Левиафана. Что от одного только взгляда можно, от одного его вида, взгляда можно упасть. Вот это показывает Господь. То есть без Бога невозможно. Вот упасть можно без Бога. Дальше Исайя 27, 1. В тот день накажет Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея извивающегося, и убьет чудовище, которое в море. Итак, в тот день. Это какой день? День Господень. В тот день, когда вернется Господь за своим народом, да, во второе пришествие Господа, в тот день накажет Господь мечом своим тяжелым, мечом Слова Божьего, то есть из уст его меч обоюдоострый, да? И он будет поражать сатану мечом тяжелым своим. И большим, и большим, и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея извивающегося, и убьет чудовище, которое в море. Итак, он убьет, он поразит это чудовище, которое в море. Это та большая рыба, которая написана в бытиенном, да, при сотворении, которое он сотворил, над которым человек не может владычествовать. Это сделает сам Бог. И он уже поразил его в голову на кресте, а теперь поразит его мечом обоюдоострым, да, Словом Божьим, то есть своим тяжелым, большим. Так, откроем-ка мы Исаия, 27,1. Исаия должно совпадать. Итак, наш перевод синодальный. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим, крепким, Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». То есть перевод совпадает, да, такой же. Единственное различие тут изгибающегося, а там извивающегося, да, извивающегося. Итак, разберем тут несколько слов. Так, своим тяжелым мечом, своим тяжелым и большим. Попробуем поиск. Есть еще в Исаии, 43,14. «Так говорит Господь Искупитель ваш, святый Израилев, ради вас я послал Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величившихся кораблями». То есть ради вас. И так говорит Господь Искупитель ваш, святый Израилев. «Ради вас я послал Вавилон и сокрушил все запоры». Вот это слово «запоры» здесь означает «прямо». То есть вот это слово «прямо», «бегущего», «прямо бегущего», а здесь слово «все запоры» и халдеев, величившихся кораблями. То есть, а здесь означает «запоры». То есть, получается, «змея прямо бегущего» – это значит «змея запоры», «быстрого змея запоры». Вот так вот что ли сказать. Потому что это не слово «прямо бегущего», а «прямые пути» – это праведность. Это не относится к сатане. То есть, поэтому я и поинтересовалась, думаю, что это значит «прямо бегущего». Он же неправедный же, он же наоборот беззаконник. Поэтому, оказывается, вот это слово означает «запоры». То есть, это не означает «праведность», «прямо». То есть, это означает «запоры бегущего». «Левиафана – змея изгибающегося». В день Господень поразит Господь мечом своим тяжелым и большим, и крепким. Левиафана – змея бегущего, Левиафана – змея извивающегося и убьет чудовище, которое в море. И так он поразит его в тот день. И это будет уже навсегда. Ну, навсегда он его поразит в озере огненном. Вот, но это уже будет… А, смотрите, как интересно. То есть, получается, вот там стоит поражать, будет поражать его в голову. Тебя в голову. То есть, Господь, ну, семя Иисус, будет поражать в голову. То есть, это получается, смотрите, он его поразил на кресте, потом он его поразит при пришествии его втором, да? То есть, он его, как Азазель, в эту пустыню, да, отправит. И дальше он его поразит уже в озеро огненное. То есть, видите, как бы, тоже несколько, да, таких этапов. И плюс еще он через семя свое в нас, через нас его поражать будет, да, верою, кровью огненца и словом свидетельства своего. То есть, это значит, кровью омытой от грехов. То есть, это люди, которые полностью очистятся от грехов, осветятся и будут у них изглажены грехи. Вот этот народ победитель. В них семя Иисуса Христа. И они победитель над грехом, да? И это, как бы, тоже победа над сатаной, да, победа над грехом. Но самого сатану поражает сам Бог. Вот это мы увидели. Дальше. Второй стих. Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять перед моим лицом?